Когда вы будете писать свои размышления, а затем спустя время прочтете их, то сами будете удивлены от того, что вы писали. Когда вы читаете библейский текст или когда вы более детально рассматриваете описанные в нем истории, находите ответ на тот или иной вопрос, визуализируете эти картины с разных сторон, то вот следующий пункт, который вам важно выделить, он звучит так. Почему Бог решил обратить мое внимание именно на это? Я объясню, что означает этот пункт. То есть, как правило, когда вы читаете ту или иную главу или те или иные стихи, обязательно какое-либо слово или какая-то мысль, или какой-то вопрос, какая-то деталь особенно привлечет ваше внимание. Она может быть не такая яркая, не такая значительная. Но почему-то именно вот эта какая-то маленькая деталь, она привлекла ваше внимание. В ней, может быть, еще нет никакого яркого откровения или какой-то четкой мысли от Господа, совета от Господа. Это просто какая-то деталь, которая привлекла вас или возбудила вас какой-то вопрос. Из всего перечня стихов, из описания всей происходящей картины, именно эта деталь, она привлекла ваше внимание. Так вот, постарайтесь во время чтения этого писания и размышления над ним снова вернуться к этой мысли, выделить ее для себя и отреагировать на нее. И вот здесь я бы советовал вам вести ваше размышление, используя для этого блокнот и ручку. Или телефон, планшет и ноутбук. Что угодно, где вы привыкли вести свои записи. Поверьте, что когда вы попробуете вести свои размышления в заметках и начнете озвучивать свои мысли на бумаге пазл за пазлом, мысль за мыслью, то вы увидите, что посреди того, когда вы начнете озвучивать эти мысли, выносить из себя эти размышления, вы вдруг обнаружите, что открыв или зафиксировав вот эту маленькую, которая вначале казалась вам ничего не значащей, не особо значительной мысль, вдруг как только вы ее записали, вы тут же за ней увидели следующую мысль, которую у вас не было прежде, но которая появилась, как только вы начали писать и довели ваше размышление до определенной точки. И затем, когда вы начнете записывать следующую мысль, вдруг вам откроется еще одна. И что будет более удивительно для вас самих, так это то, что когда вы будете писать свои размышления, а затем спустя время прочтете их, то сами будете удивлены от того, что вы писали. Это будет удивительно для вас тем, что вы сами себе скажете, во мне этого не было. То есть я не выносил эту информацию, потому что прежде она внутри меня была. Технически вы будете видеть, вроде бы писал это я, это моя заметка, это вроде бы мои мысли, но в то же время они как будто не мои. И вы сами станете перед фактом, что вы не достали эту информацию из архива своей памяти. Или вы слышали где-то чье-то размышление, чье-то толкование, а затем просто взяли и повторили это. Нет, вы станете перед удивительным фактом. И может быть даже сами скажете себе эту фразу, все это как будто и не я писал.